В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. Здравствуйте! Сегодня в программе. Одинокая женщина держит в страхе жителей 13-го дома 14-го микрорайона Караганды. С начала года в ЗАГСе Казбеквийского района зарегистрировано 95 разводов. Преступность в Карагандинской области выросла на 22%. Самые изощренные схемы мошенничеств разбирала Аймамрина. Преступность в Карагандинской области выросла на 22%. В 2015 году правоохранительными органами зарегистрировано более 30 тысяч правонарушений. Такие цифры озвучили прокуроры Управления комитета по правовой статистике и специальным учетам области. В причинах роста разбиралась Аймамрина. Судя по статистике, среди правонарушений лидируют кражи, мошенничество и угон скота. Если по кражам схемы приблизительно одинаковые, то мошенники с каждым разом выдумывают новые способы обмана. Это кредитные махинации, обещания устроить на работу или увезти от правосудия, а также выгодная работа на дому. В последнем случае преступники предлагают жертвам внести определенный первоначальный взнос. Попадаются на такие уловки чаще всего женщины и дети. Имеются и другие виды мошенничества. К их числу можно отнести следующие виды. Это продажа товаров или лекарств по завышенным ценам. Также заманчивое предложение освободить родственников от уголовной ответственности за совершение преступления. Это зачастую за совершение дорожно-транспортных происшествий. А также замена денег в связи с денежной реформой и получение крупного выигрыша в различные лотареи. Также в 2015 году выявлено больше фактов кражи скота. Если в 2014 году зарегистрировано 479, то в прошлом на 20 случаев больше. Причем воровство совершается как из сараев, так и из пастбищ. Больше всего преступников привлекают крупнорогатый скот, а именно лошади. Лидируют по числу краж Бухаржиравский, Осыкаровский, Каркаролинский, Жанаркинский и Шетские районы. Час пик Конократска приходит именно на период времени с 10 утра до 6 вечера, где обычно люди находятся на работе, либо находятся вне своих частных владений. А сам скот пасется, допустим, на пастбищах, вольных выпасах. Раскрыть кражи скота почти невозможно, признают правоохранители. Ведь зачастую владельцы домашних животных обращаются в полицию лишь через несколько дней после пропажи. Прокуроры советуют гражданам вести паспортизацию и бирочный учет поголовья или же таврировать животных. Так их будет проще искать. Также они призывают население быть бдительнее. В Караганде в нескольких районах Юго-Востока ухудшилось теплоснабжение. На сегодняшний день дефекты устранены. Температура в квартирах потребителей составляет 18-19 градусов. В этом году по программе «Норлыжо» компания «Теплотранзит Караганда» планирует провести капитальную реконструкцию на Юго-Востоке. Общая стоимость – 100 миллионов тенге. В Караганде наблюдается рост разводов. С начала этого года уже около ста семей расторгли брак. Почему счастливых пар становится меньше, узнавала Лариса Хусаинова. В прошлом году в ЗАГСе Козыбекбийского района было зарегистрировано 3933 брака. Из них 214 – иностранных. По сравнению с 2014 годом число регистрируемых уменьшилось на 300. По словам руководителя отдела РАГС Козыбекбийского района, есть случаи, когда счастливые молодожены спустя три месяца или полгода уже подают на развод. Расторжение брака, да, оно не уменьшается. На уровне 2014 года, в 2015 году было 1232 расторжения брака зарегистрировано. Важно после развода остаться союзниками по отношению к детям. Вражда, ссоры, обиды между родителями становятся причинами психологических расстройств детей. Поводы для расторжения брака бывают разные. Мы решили узнать у карагандинцев, почему когда-то счастливые пары становятся врагами и расходятся. Квартиры нет, зарплата небольшая, дозвизия небольшая, всегда вечно ничего не хватает. И потом, мне кажется, они уже не любят друг друга. Наверное, проходит любовь, поэтому разводятся, не могут жить вместе. Я думаю, у них очень мало терпения, очень мало терпения друг к другу, поэтому разводы случаются. Во-первых, наверное, не любят так, как это нужно любить. Во-вторых, очень невоспитанные, нетерпимые друг к другу и умеют прощать. Может быть, ответственности боятся, может быть, просто не готовы еще к семейной жизни. Историю о разводе своей дочери рассказал нам Александр из Тимиртау. Около 15 лет бывшие супруги знают друг друга, но решили развестись. Мужчина сильно переживает по этому поводу, и теперь он пациент кардиоцентра. Почему разводятся? Из-за недостатка. Мы лучше жили, понимаете, дети мои. Мы жили лучше, у нас цель была, у нас наш паровоз вперед летит. А вот дело до разводов доходит. Мужики ищут побогаче, девочки ищут побогаче, а бедные как должны жить? Но, несмотря на данную статистику, можно порадоваться за 21 пару. Они обручатся накануне Дня всех влюбленных. Правда, семь из этих браков вторичные. Лариса Хусеинова, Толеген Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Одинокая женщина Лариса Сибелева держит в страхе жителей 13-го дома 14-го микрорайона Караганды. Вот уже пять лет соседи вынуждены наблюдать ее пьянки, дебош и неадекватное поведение. Обращение в полицию результатов не дают. Почему, узнавала Айма Мрина. Она мне взяла вот такую палку, я вот так вот немножко пролетела. Голову бы смешла. Я сразу полицию кидала. Да, она именно драться кидала. Любовь Курамшина – одна из жертв Сибелевой. Они соседи по площадке. Со слов женщины, Сибелева состоит на учете в психдиспансере. Вдобавок к этому еще и пьет. Между ними постоянно происходят конфликты. Она мне выбила окно, сорвала замок, у нее домофон, ключа не было, никто не открывает, она полезла на козырек. И вот утром она орала, говорит, это тебе еще мало, я еще все равно буду бить. На детей кидается, угрожает, бабушек бьет, стращает. Летом невозможно выйти. Матри метровые, без трусов ходит, голая ходит, сидит, на балкон вылезет, орет, матерится. Слова Курамшина подтверждают и остальные соседи. С их слов терпеть выходки буйной соседки больше нет сил. Ведь она зачастую разгуливает по двору, в чем мать родила. Дома у нее нет ни воды, ни света. По нужде женщина ходит в ведро, содержимое которого выливает прямо на улицу. Эти голоса ее настраивает против нас, всех соседей. На кого она только не кидалась. У меня два часа ночи просит закурить. Утром она, я выхожу, утром она мне в морду дает. Владелица вот этой квартиры держит в страхе весь подъезд. Поведение женщины, мягко говоря, ласковым не назовешь. Она ругается с соседями, избивает пенсионеров и разбивает стекла. Местный участковый справиться с дамой тоже не может. Мы вызываем 16-ю бригаду, после которой забирают ее на лечение, где она проходит курс либеритации. Если так сказать, что по данной квартире она является собственником, в плане выселения мы не имеем права поднять меры, чтобы выселить ее. Нам удалось поговорить с Ларисой Сибелевой лично. Она себя виновной не считает. С ее слов во всем виноваты соседи. В этом доме всегда, вот у нас Марина умерла до этого, всегда какие-то шли голоса. Откуда, я не знаю. 11 заявлений в прокуратуру подавала, что у нас едят людей, как людоеды. Это секта или что, я не могу даже сказать. Между тем, в психдиспансере нам ответили, что Сибелева для людей не опасна. Держать ее постоянно в лечебнице они не могут. А жителям посоветовали найти с соседкой компромисс. Аймамрина, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Из-за подозрительного пакета отцепили Юго-Восток. Экстренные службы работали около часа на месте обнаружения мнимой бомбы. Сообщение о подозрительном пакете поступило на пульт службы 112 в 18 часов 35 минут. Его обнаружили возле одного из торговых домов по проспекту строителей. Туда были отправлены все экстренные службы. Территорию отцепили. Саперы взрывное устройство не обнаружили. Через час была дана команда отбой. Сюда отправили все экстренные службы. Саперы мы подразделили специальное назначение довода Орландского пакета осмотром. Взрывное устройство не обнаружено. В наше время бумажные письма – редкость. Но бывают случаи, когда нужно срочно отправить письмо, а почтовый индекс получателя адресат не знает. Недавно Казпочта подписала меморандум с акиматом города Астана по развитию новой системы индексации. Инновационный подход облегчит работу и сократит время всем жителям области. Гульза Цахова узнавала о нововведении. Новые почтовые индексы состоят из семи символов и присваиваются каждому зданию. Первый символ означает область, последующие два – город и район в области. Остальные четыре символа означают здание. Новая индексация создается для того, чтобы повысить качество услуг. Корреспонденция будет сортироваться быстрее, полностью исключаться в случае неверной доставки. Нужно отметить, что индекс не изменится даже в том случае, если поменяется название улицы или номер дома. Кроме того, решится проблема с запутанной нумерацией или одинаковыми названиями улиц в разных концах города. Дальнейшая индексация по республике будет проработана с местными акиматами. Переход на новые индексы будет производиться постепенно. Новые системы индексации уже используются в пилотном режиме в городах Астана и Петропавловск. С момента запуска было отправлено 17 тысяч новых конвертов с новым указанием почтового индекса. Это облегчит работу не только почтальонам, но и работникам экстренной службы. Новые индексы значительно облегчат работу курьеров, таксистов, полиции и скорой помощи, поскольку во многих городах страны существуют проблемы одинаковых названий улиц. Теперь можно будет отправлять посылки, указав только новый почтовый индекс и номер квартиры, не прописывая при этом область, город и улицу. Свой точный почтовый индекс можно узнать на портале postcode.kz, введя домашний адрес. В Караганде прошла ярмарка рабочих мест и вакантных должностей. Более 35 работодателей представили широкий спектр вакансий. Вместе с сотнями желающих получить работу на ярмарке побывала и наша съемочная группа. Обеспечение занятости и социальная поддержка населения – первостепенная задача государства. Основную роль в ее решении отведено ярмарком вакансий. Сотни безработных людей проходили собеседование, оставляли резюме. Свободные рабочие места предоставлялись как для специалистов высокой квалификации, так и для средней и низкой. Тот, кто пока не нашел ничего подходящего, мог оставить свои анкетные данные. Специалисты будут держать их на контроле. В истекшем в 2015 году в общественные приемные Карагандинского областного филиала партии поступило более 5000 обращений граждан. В основном обращения по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, образования, по жилищным вопросам. 25% обращений граждан совместно с уполномоченными государственными органами нами решены положительно. Из указанных 5000 обращений, более 1000 обращений поступило по вопросам трудоустройства, из которых совместно с уполномоченными органами нами решены более 25% обращений граждан именно по вопросам трудоустройства. Также ярмарка ориентирована на безработных людей, входящих в целевые группы. Это лица с ограниченными возможностями, воспитанники детских домов, лица старше 50 лет, молодежь до 29 лет и лица, освобожденные из мест лишения свободы. Сегодня на ярмарку вакансии мы провели осужденных, состоящих на учете в службе пробации, всего безработных лиц у нас 12, провели их для того, чтобы осуществить помощь им в трудоустройстве. Адам Галималиков окончил Болхашский инновационный колледж. По специальности он техник-программист. Однако по профессии поработать так и не получилось. Куда проще было устроиться охранником, экспедитором и водителем. Мужчина верит, что сможет найти что-то соответствующее его образованию. Он глава семьи. Детей поднимать нужно. Ищем, давно уже ищем работу. Сейчас с работой очень тяжело. Везде кризис. Ну не знаю, будем думать о хорошем. Стараемся, чтобы как-то найти работу. Главное работать, как говорится, семью обеспечивать. Камбатбек Дурлан посетил ярмарку не в поисках работы. Молодой человек ищет новых сотрудников для своего предприятия. Нам нужны опытные люди, как расстройщики, швеи и лекарщики. Мы, как инвалидное сообщество, нужны такие опытные люди, для чего? Чтобы обучали наших людей в дальнейшем, чтобы могли производить очень качественные вещи. Ярмарка вакансий дает свои результаты. По статистике, как минимум четверть посетителей находят работу. Организаторами мероприятия выступили городской Акимат, Карагандинский областной филиал партии Нуратан, Центр занятости города Караганды. Екатерина Афанасьева, Тулеген Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Великий Казахстан – это национальная идея нашего общего дома. В областном музее изобразительного искусства открылась выставка, приуроченная 25-летию независимости Казахстана. На выставке побывали наши журналисты. Дарить радость – в этом видят свое призвание рукодельцы и мастера декоративно-прикладного искусства. В выставочном зале предоставлены работы шести авторов. Все они преподаватели средних общеобразовательных школ. Цель мероприятия – увидеть все разнообразие декоративно-прикладного искусства, познакомиться с мастерами, узнать новых художников. Такая выставка именно как организатором, инициатором ОРЛЁ, это Институт повышения квалификации, это первые. И в дальнейшем планируется совместно с областным музеем изобразительного искусства, совместно планируется еще в дальнейшем вот это мероприятие продолжать и как бы удержать тесность и связь с педагогами. Елена Граф представила работу «Маслом». На одну картину уходит от трех часов до трех месяцев. Однако эту работу Елена нарисовала летом с натуры за 40 минут. Рисованием женщина занимается уже более 20 лет. С ее слов предела в совершенству нет, и она не перестает учиться. Мне очень приятно узнать своих коллег, преподавателей, тем более, что это преподаватели с общеобразовательных школ, что они такие талантливые. И выставка на самом деле очень интересная получилась. На выставке представлено 84 работы. Глядя на них, можно проследить, как со временем менялась техника рисования. Элементы национального колорита сейчас вошли в моду и среди профессиональных художников. Выставка очень была красивая, интересная. Здесь выставляется мой преподаватель. Я буду сюда приходить еще. Нынешняя экспозиция посвящена 25-летию независимости страны и 80-летию области. Почти все экспонаты украшены национальным орнаментом. Форма посуды, мебели, одежды связаны с обычаями и традициями народа Казахстана. Здесь можно бродить целый день. Причудливые поделки, хоть и не всегда функциональные, но несут в себе очень важную миссию. Дарят тепло человеческих рук. Желающие убедиться в этом смогут посетить выставку до 21 февраля. Екатерина Афанасьева, Рустамбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. 15 февраля с 14 часов в здании Акимата города Караганды по адресу Бульвар Мира 39 вы можете получить консультации по социальным вопросам. Участие в Дорожной карте занятости 2020. Адаптация и интеграция уралманов в казахстанское общество. Защита трудовых прав работников. Пенсионные обеспечения. Выплаты пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту. Также социальных выплат. Оказание социальной помощи. Интеграция инвалидов в социум. Вход со стороны ЦОНа. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Приятных вам выходных. Аман Зоу Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова